итак здравствуйте добрый вечер с вами людмила пенцак у нас прямой эфир популяренские полезности с людмила пенцак facebook live пока вы подключаетесь собираетесь я сейчас проверю идет ли трансляция все ли у нас хорошо с подключением пока что ни одного зрителя если вы подключаетесь здравствуйте максим рада вас здесь видеть я думаю что вам будет поле будет полезна эта информация которой мы сегодня с вами поработаем мы сегодня касаемся очень важной задачи очень важной темы которая называется искусство делегирования как показывает практика якобы все понятно якобы есть задача сказал сделать но мы сейчас говорим о делегировании таком тонком формате делегирование таком формате чтобы человек когда получал от вас исполнение той или иной задачи он понимал что он очень важен очень нужен и именно он сможет справиться с этим заданием никто иное только он кстати пожалуйста плюсик кто меня смотрит кто хоть раз своей жизни делегировал свои задания не нарезал задачу а действительно делегировал свои задачи свой функционал и если у нас активная аудитория по юрий кто подключается я хочу чтобы вы поставили плюсики не стесняйтесь ставьте плюсики если когда-то хоть раз в жизни своей использовали процесс делегирования и кому он эффективен и кому это дано от природы а кому-то надо этим поработать недавно мы работали над одним онлайн проектом это был марафон для женщин силы женственности и я столкнулась с вопросом что очень многие женщины успешные состоятельные которые нашли себя у них есть такой вопрос над которым надо работать делегирование они слишком много берут на себя вот если у вас хотя бы раз в жизни возникал такой вопрос и вы себе говорили нет лучше сделаю сам я все-таки сделаю сама и буду спокойно или вообще кому там что делегировать там если проконтролирую я буду знать что результат будет если хотя бы когда-то раз у вас в жизни проскакивала такая фраза пожалуйста ставьте плюсик мы сегодня разберем это очень детально скрупулезно и поймем как это хорошо делать если вы так делаете отлично еще такой момент если у вас делегирование все окей вы знаете что вы это делаете прекрасно и не хотите тратить время открывайте мессенджер и выберите пожалуйста два человека которым эта информация будет полезно и напишите привет там людмила пенцак сейчас вышла прямой эфир работает над вопросом делегирования я думаю тебе будет интересно как минимум и отправляйте ссылку на нашу лифт трансляцию и можете смело закрывать фейсбук и листать ленту дальше а для тех кому эта информация действительно важна действительно нужна спасибо за лайки спасибо за сердечки мы двигаемся дальше и также что же такое делегирование есть очень много определений этого термина можно в двух словах коротко сказать что это процесс передачи своих заданий своего функционала кому-то другому с целью достижения какой-то общей большой цели то есть вы одна клиент когда-то говорила мне отдать свою работу кому-то другому подчиненному но важно это сделать так чтобы тот подчиненный получал удовольствие от того что именно он именно делает именно вашу работу и так же давайте с вами немножечко разберем откуда берется блоки откуда формируется ограничивающие убеждения почему мы никак не можем решиться на делегирование что же нам мешает первую очередь первый момент который над которым если вы понимаете что вам нужно действительно поработать на делегирование это то что у вас есть какой-то страх страх что работа будет сделано неправильно страх что все равно надо будет тратить дополнительное время на переделку страх что постоянно деконтролировать вам жалко времени вам жалко усилий этого человека работа над страхом первое второй момент это ваше лично ваше стремление быть сопричастным всему сопричастным какому-то бизнес-процессу самому участвовать в этом процессе у вас стремительное желание быть сопричастным к какому-то творению то есть без вас не обойтись эта фраза что незаменимых людей нет когда-то у вас наверное поселилась в мозгу и вы понимаете что нужно сделать именно вам если не вы кто-то научиться это делать то от вас откажутся или вы как штатная единица будет уже неинтересный и вас можно спокойно заменить кем-то другим второй момент это страсть при страсти быть сопричастным и третий момент это некому делегировать понимаете что у вас как говорила геннеркова вечер у меня одни оболтусы что мне с ними делать кому я буду что делегировать если я делегирую буду делегировать то я потом меня попросят вообще уйти с работы потому что кому там с кем-то вообще говорить и если у вас есть такое вот три основные блоки это страх это желание быть сопричастным и это такое убеждение что у вас его некому делегировать вот над этим моментом и надо работать если вы чувствуете что вас тут где-то одно из этих трех вещей проскакивает я могу вам сейчас предложить индивидуальную работу со мной коучингу в консалтинговом формате и мы можем этим штуки грубо говоря прокачать достать и направить вашу эффективность тот фокус чтобы вы были удовлетворены своей результативностью настолько что будете приглашать людей на фейсбук ли в французские полезности седмила пенцак ваших друзей коллег и знакомых итак если есть эти задачи пишите мне в личку или ставьте плюсики я с вами свяжусь и мы поговорим об индивидуальной работе но мы сейчас возвращаемся к делегированию итак если вы руководитель руководитель отдела руководитель фериала руководитель какой-то фирмы или какого-то у вас даже если два три человека из подчинений вы уже руководитель и уже менеджер и вы у вас по-любому у вас обязательно есть какие-то задачи которые вы вам надо делегировать Какие именно? Здесь возникает другой вопрос. Что же делегировать? Не могу же я поспехать, поспехать как все свои задачи и уйти по делам. Говорила когда-то, работала с одной компанией, финансовая отрасль. Я ушла клиентам, я ушла искать клиентов, а вы работу работаете. Чтобы выдерживать этот главный правильный баланс, правильное соотношение, какие именно задачи вы должны делегировать. Я опять же очень часто привожу пример. Это матрица Эйзенхауэра. Кто с ней работает, кто так с ней когда-то использовал, не использовал. То есть мы выбираем ту ячейку по матрице Эйзенхауэра. Это третья ячейка, это те задачи, которых мы называем неважными, но срочными. То есть, которые не терпят отлагательства. Список этих задач, пожалуйста, передаем своей команде, с которой мы работаем. Еще хочу отметить такой важный момент, что в процессе делегирования очень важно понимать разницу между делегированием какой-то конкретной задачи и делегированием какого-то общего процесса. То есть, например, чтобы было понятно, что я имею в виду. Я провожу тренинг и мне нужно техническое обеспечение. То есть, если я делегирую задачу, я звоню своему ассистенту и говорю, позвони в студию звукозаписи, чтобы нам доставили микрофон, колонки для эффективного проведения тренинга. Сделай это, пожалуйста, до трех часов сегодняшнего дня, чтобы мы понимали, могут они нас обеспечить технически или не могут. Это делегирование задач. Я тоже могу позвонить, тоже могу порешать, поговорить, узнать, не узнать или найти другую компанию, которая может мне обеспечить мой тренинг звукотрансляции. Делегирование процесса. Я звоню ассистенту, говорю, нам на тренинг надо обеспечить технику. Микрофон, колонки. И мой ассистент уже сама решает, когда именно звонить, к какому времени это все уладить, сколько это стоит, какой у нас бюджет на это, какая компания оперативно с нами сработается быстро, чтобы она привезла и увезла это техническое обеспечение. Это делегирование процесса. То есть я тоже это могу сделать, это тоже может быть мой функционал, но в силу ряда обстоятельств, я понимаю, что я могу быть эффективна в другой задаче, я делегировала целый процесс. То есть еще раз, делегирование задачи, делегирование процесса. Если мы разобрались с этими вещами, как же обстоит делегирование? Иди сделай. Я потом сделаю спрос. Самое интересное, когда я работаю на своих тренингах с руководителями, мы разбираем функции руководителя, разбираем ключевые функции, это планирование, организация, мотивация и контроль. Вот здесь при формате организации, когда мы работаем на организации рабочего процесса, есть такой целый модуль делегирования. И самое интересное, что в это время я спрашиваю у руководителя, как это происходит. Я видела очень много вариантов, я видела очень много примеров, как идеальных, как кошмарных, так и смешных примеров, как люди делают это. Как происходит этот процесс, этот целый бизнес-процесс делегирования. Собрав всю эту информацию и отталкиваясь от своего личного опыта, когда я была на позиции топ-менеджера, когда у меня было подчинение около 300 человек, как я это делала непосредственно в то время, плюс теория, плюс практика, я сейчас хочу вам вывести некую формулу делегирования. Итак, как же сделать так, чтобы человек после получения задачи, вашей задачи или вашего процесса получения этого задания, он хотел летать, он расправлял крылья и делал это с прибольшим удовольствием, и думал, что именно он это должен сделать, никто другой. Чтобы человек чувствовал радость от этого задания, чтобы человек чувствовал, что он нужен и важен, они просто на него отправили ему очередную задачулечку, дали какую-то бумажулечку, чтобы он что-то там где-то галочку поставил, лишь бы самому подляг делать или сам уже устал от работы и должен делать его работу. Чтобы не было фразы за спиной, а почему я опять это должен делать? Чтобы не было там в коридорах шушуканья, он опять на меня спихает от работы, я уже задолбалась всё за него делать, это вообще-то его функционал, почему я? Вот чтобы этого не было, чтобы не нагнетался этот негатив, как правильно делегировать? Итак, формула делегирования. Первое. Это предыстория. То есть вы призываете своего человека, и перед тем, как сформировать делегирование, спасибо большое за лайки, вы рассказываете предыстории, почему именно этот человек должен сделать вашу задачу. Может быть, когда-то у вас был опыт, что вы что-то уже припоручали. Этот человек сделал это весьма успешно, весьма результативно. Вспомните этот момент. Объясните человеку, почему именно он, почему именно ему вы настолько доверяете, что вы готовы поделиться с ним этим заданием, чтобы он был вам полезен, чтобы он помог вам сделать это задание. Первое. Второе. В предыстории очень важно включить причину. В силу каких обстоятельств вы физически не можете сделать ту или иную задачу, или тот или иной процесс. Потому что есть какие-то внешние факторы, которые повлияли, и вы чисто физически не успеваете. У вас нет времени, или у вас какой-то форс-мажор, или что-то более глобальное, более важное вам нужно сделать. То есть это предыстория с предыдущим успешным опытом, плюс объяснение причины, по какой причине вы делегируете задачу. Во время формулировки этой предыстории очень важной, второй ключевой составляющей формулы делегирования это комплименты. Первая предыстория, второй комплимент. Мы как руководители нас не учили делать комплименты. Все правы, что комплименты надо делать женщинам. В редких случаях очень многие девушки делают комплименты своим мужчинам. Все любят комплименты. Открою этот секрет. Все обожают комплименты от ребёнка с бабушками, дедушками. А мы как руководители привыкли нарезать задачи, строго контролировать исполнение и требовать отчёт. Вот мы руководители работы работаем. А как раскрывать потенциал? Как раскрывать внутреннюю силу, внутренние ресурсы? Только комплиментами. Итак, вы рассказываете предыстории, где вы объясняете причину делегирования, где вы вспоминаете успешный опыт, и вы в то время говорите комплимент. У тебя классно получилось. Лучше тебя этого задания никто не сделает. Я только тебе могу это доверить, потому что ты свой человек, ты моя команда. Ну не надо перегибать палку, естественно, но комплимент должен, место быть. Следующий момент – это вера. Как это банально и абстрактно не звучит, но вы должны верить, что этот человек решит эту задачу даже лучше, чем вы. Спасибо, Анечка. Аня, привет. Действительно, очень важно, потому что если вы не верите в этого человека, психологами, бизнес-психологами это уже доказано, что это чувствуется интуитивно. Люди чувствуют, что, блин, опять ли нас переадресовывают, что-то сделать, мы должны что-то почему-то сделать. Почему опять я? Если человек на энергетическом уровне чувствует, что вы в него верите, что вы хотите раскрыть его потенциал, что вы даёте ему возможность, даёте ему шанс раскрыть, тогда на подсознании, это ваш человек, которому делегируете эту задачу или этот процесс, он заряжается этим, и он реально готов расправить крыло, и он реально готов летать. Покажите ему свою картину мира, как вы видите этого человека, уже который поставил галочку, который сделал это задание на ура. И последний момент, очень важный составляющий формулы делегирования, это резерв времени. На всякий пожарный. Оставляйте, пожалуйста, зазору по времени. Если вдруг какой-то форс-мажор, если человек не справится, или нужно переделать задачу, или нужно где-то немножечко отточить, но оставляйте зазор времени на качественное исполнение этой задачи. Если всё будет окей, всё отлично, хорошо, вам не надо будет ничего переделать, всё будет исполнено на высшем уровне, этот промежуток времени, я более чем уверена, что вы используете эффективно, но вы будете спокойны. У вас не будет этого чувства, которое вас будет пилять, что что-то они сейчас сделают. Вот, блин, приеду и начну сам вот разгребать, или вот вернусь, а там стой, там, иди сюда. Непонятно, что будет происходить. Спасибо, Максим, рада вас видеть. То есть, ключевые составляющие нашей формулы делегирования. Первое – предыстория и объяснение причины, почему именно этот человек должен сделать. Прежде всего, пожалуйста. Второе – это комплимент. Третье – это вера. И четвёртый – зазор времени. Если вам было интересно, если вам было полезно моё видео, ставьте, пожалуйста, лайки, нажимайте кнопочку «Поделиться», не скупитесь. Нажимайте кнопочку «Поделиться» через мессенджер тем людям, которым вы понимаете, что действительно нужно что-то делать и работать над делегированием, потому что дальше уже некуда. Нажимайте кнопочку «Поделиться». Если кто любит почитать, у меня на блоге есть очень хороший материал, хорошая статья «Искусство делегирования» после эфира я сброшу ссылку на эту статью, у вас будет желание, можете перечитать. Это информация, ещё комплекс информации, где вы можете потом уже повторить. Ставьте лайки, нажимайте кнопочку «Поделиться». До новых встреч! Пишите, если вам интересно со мной сотрудничать как в индивидуальной работе, так и в бизнес-тренингах. Рада была быть полезной. С вами была Людмила Пинцак, бизнес-тренер, коуч, автор программы «Реинсталляция продуктивности персонала», эксперт управления мотивацией персонала. До новых встреч! До следующего четверга! Пока-пока!